Слава Господу, братья и сестры, что нам Господь дает собираться на эти молитвы. Я хочу прочитать из Иеремии 29, 11, известный всем стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». У нас наши нужды очень актуальны, потому что молодежь и семьи, это очень важно, чтобы было устройство в судьбах молодежи. Это наша третья нужда о молодежи, о рождении свыше и устройстве судеб. Потому что я этот стих прочитал, так как Господь знает лучше всего, какую нам дать судьбу. И у каждого человека, у каждого брата и сестры есть желание, чтобы Господь дал ему хорошую судьбу. Ну да, судьба — это прежде всего, какую Господь даст судьбу, хорошую или плохую. Но это может также относиться и к супругу или супруге, которую Господь даст. И если Господь устраивает, то это хорошо, если мы просим у Господа, чтобы Он именно нам дал устройство в нашей судьбе. Потому что если мы об этом не просим, то когда-то, ну, может быть, мы и приобретем себе какую-то судьбу, но это будет не от Господа. И Господь потом скажет, что «Ну, ты сам себе выбирал, ты не просил у меня, ты просто сам взял, женился и все». А если Господь дает, то Господь дает только во благо, Он никогда не дает во зло, если мы Его об этом просим. Потому что Господь никогда не даст нам плохого. И тоже, когда люди молятся о том, чтобы Господь заранее благословил их семьи, дал им послушных детей, дал им послушных дочерей, сыновей, чтобы они, как бы, ну, были в радость своим родителям. Это очень хорошо, потому что Господь, Он хочет нас, наши семьи видеть радостными и счастливыми. Очень важно, когда наше счастье на земле, оно благословенно в наших семьях. И если молодежь думает, что можно об этом Бога не просить, и можно об этом и не молиться, сам выбрал, потому что написано, за кого угодно может выйти замуж, жениться только в Господе. Да, можно и так, но лучше всего об этом просить у Господа. Поэтому хорошо, что мы об этом постимся и молимся. И пусть Господь поможет молодежи каждому в отдельности об этом молиться. И мы сейчас постимся и молимся об этом. Это хорошо, чтобы Господь устраивал судьбу молодежи, чтобы рождал их свыше, чтобы они, каждый человек возродился в Господе. Не просто, чтобы молодежь, ну, хорошо, да, женилась и вышли замуж, да, но чтобы они также родились в Господе, да, чтобы Господь родился в их сердце. Не только тогда, 2000 лет назад, а чтобы родился в каждом сердце. В каждом сердце ребенка, чтобы Господь родился. В каждом сердце молодого брата, молодой сестры Господь, чтобы родился. И чтобы это рождение было свыше. Пусть Господь в этом поможет. Также у нас нужда о семьях, о больных и пожилых людях, об ограде для всего народа Божьего. Я бы хотел одно место прочитать. Это, получается, откровение. Недавно брат Юра читал о том, что побеждающий наследует все. Вот я бы хотел прочитать, что во второй главе написано. Откровение. Седьмым стишком. Вторая глава, седьмой стих. «Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам, побеждающему дам кушать от древа жизни, которая посреди рая Божия». Потом также он и другим всем пишет. «Имеющий ухо слышать, дослышит». Это уже семнадцатый стих. «Что дух говорит церквам, побеждающему дам кушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». И еще тут написано двадцать седьмой стих. Это уже следующий в Феатирской церкви. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего». То есть Господь постоянно заостряет внимание на том, что побеждающий, побеждающий наследует все, побеждающему дам в кушать от древа жизни, побеждающему все. То есть хорошо, когда в семьях наших есть победа. Не всегда бывает, что получается побеждать, потому что тут во многих церквях какие-то есть недостатки. Ну, у всех есть недостатки, но Господь говорит, что у всех есть пороки, что если ты побеждаешь, то ты наследуешь все. То есть очень важно не просто проигрывать, а побеждать, потому что Господь хочет, чтобы в наших семьях были молитвы. И тут самое последнее – это об ограде народа Божьего. В чем ограда народа Божьего? В том, когда у каждого есть молитва в доме. Когда есть молитва в доме, когда дьявол не имеет доступа, чтобы разрушать нашу жизнь, разрушать наше счастье, разрушать то, что Господь хочет созидать, Он хочет разрушить. Поэтому, чтобы была ограда, нужна молитва, да. И нужны посты. И хорошо, что мы молимся об ограде народа Божьего. Также о больных и пожилых людях. Очень бы хотелось, чтобы мы о больных, когда говорят в церкви, что кто-то заболел, кто-то находится в больнице, кто-то находится даже при смерти, кто-то инвалидом стал, кто-то еще что-то, то бывает оно как-то не сильно близко к нас касается. А то, когда в нашей жизни личной случается что-то плохое или с мужем, или с женой, или с нашими братьями и сестрами, то мы тогда как бы хотим, чтобы все молились об этом очень сильно, потому что это у нас произошло. Но очень хочется, чтобы мы, как будто бы это у нас произошло, молились о больных и пожилых людях, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, у которых есть... Ну, не все хорошо бывает у людей. Бывает, кто-то уже находится при смерти, и ему тяжело. Просто надо молиться о таких людях, чтобы Господь их забрал, чтобы Господь их помог им пройти этот уже остаток их жизни. Молиться как о себе, потому что когда-то мы же тоже будем это проходить в нашей жизни, что будем, может быть, и болеть, неизвестно, какая у кого смерть будет, в каких обстоятельствах, чтобы мы молились как о себе, как будто бы это в нашей жизни происходит. Очень бы хотелось, чтобы мы так молились и постились, и если у кого-то какая-то нужда, болезнь или что-то еще, чтобы мы молились как о себе, как будто бы наша жена или наши дети, кто-то заболел из них, чтобы мы так молились. Потому что это братья и сестры наши, они тоже нуждаются в молитвах, чтобы мы и по домам тоже об этом молились, об этих нуждах. Да поможет нам Господь. Давайте все вместе помолимся. Господи, Боже, слава тебе, Господь мой. Поехали. Спасибо.